Всем привет, с вами Санчоус, который пытается парочкой тевтонов и лояльных казаков, которым по кайфу за кайзера подыхать, захватить ватного российского вождя. Пока что всё в принципе неплохо, но уже начинает чувствоваться какая-то напряжёночка. Вон россиянские даже перестали аутировать, с их стороны происходит какой-то активчик, неожиданно вспомнили, что у них тут война как бы. Когда они тупо на месте тупили и ожидали пока я их окружу, было честно говоря полегче. Вот уже и штурмы мясом по всей линии фронта начались. Пока мои дебилы соукотлов стоят, я ещё надеялся, что мне из Рейхспагда хоть кто-нибудь помощь подкинет. Конечно, дед Вилька немного злобный на меня, но все же мы братья-тефтоны. Но чё-то как-то оказалось мало ценителей моих трудов, и это печально. Хотя даже в такой ситуации есть какой-никакой позитив. Руси же хоть побольше дохнуть начали, и снарягу ещё теряют немало. Проблема, что я как бы тоже, и заводиков не сильно много. Был бы я умник, я б привроты засунул в дивки, чтоб трофей собирать. Но у меня с этим, похоже, случился затупыч. Стопэ, откуда это у русаков снаряга появилось? Кстати, хотя тут скорее не кстати про неё. Они ж всегда нищие были. При этом ещё чё-то там лендлизят. Воюющим меж собой чувачкам. Как-то это несправедливо. Еее, теперь у меня и бафиков ещё нет, которые позволяли хоть как-то на плаву быть. Теперь я официально полное чмо. К тому же ставинков ещё за армию берётся. Похоже, что начинается самое веселье. Когда ж вы все уже сдохнете? На самом деле никогда. Я не зря про килотонное мясо говорил. Хотя усач, походу, дивок новых не делает. Что приятно, так как такими темпами мы скоро на равных воевать будем. Но вот его снаряга, которому ему, походу, Санта-Клаус подарил за хорошее поведение. Иначе я вообще не понимаю, откуда у него эти винтовочки. Пугает меня больше всего. А как это у меня в тылах конские высерки объявились? Ммм, понятно. Походу, казаков юзать додумался не только я. Правда, Борька менее везучий. Раз уж у него дивки прямо в окружении появляются. Походу, зря я пищал, выло так же визжал. В принципе, да, все нормально. Армии у меня уже больше, чем у усатика. И снаряги хватает. Ну, кроме Сапорски. Которая вся на лопатки ушла. Потому что все это время я без инженеров воевал. То-то меня слишком хорошенько пробивали. Ё-моё, так вождю на халяву 8 дивок дали. Вот действительно, шоб я так жил. Как же хорошо, что прямо здесь я их и перебью. О, усатик себе друзьяшек нашел. Серпов с румынами к себе переманил. Что, кстати, грустно, как бы меня высадочками не задолбали. А, стоп, у меня все это время был флот. И даже с двумя линкорами. Ну, судя по всему, спасибо. Правда, что-то непонятно, откуда он у казаков взялся. А вот и миллиончик руснявчиков добит. Да и Москва рядом. Может, пора и того завершаться? У русских дивизий, в принципе, уже не так много. Еще пятнашечку добьем. И можно перестать ручками ковыряться. Порька уже совсем какой-то дединсайт. Сам свои же дивки в котлы затаскивает. Похоже, ему тоже надоела вся эта долбежка. А Порька-то еще способен удивить. Простых обычных дивок не хватает. Как он из широких штанин достает свои унтертанчики. Правда, он их не производит. Судя по всему, это легендарные танковые дивизии без танков. Вряд ли усатому поможет такое вундерваффе. А не, гляньте, вот это единственная танковая дивизия. Походу, все-таки в ней даже есть танки. Судя по всему, еще один подарочек от Санта-Клауса. Ладно, что-то мне надоело Порьку унижать. И на изи пробивать его танчики своими клячами-горватами. В принципе, это было просто, но долго. Не знаю, в чем причина такого успешного конного Блицкрига. Может, просто иишка, кретин. Ну или просто я такой сильный, смышленый и неудержимо сексуальный. Вот жи, блин. А ведь все было так хорошо. Но нужно было серпам захватить Албанию. Теперь все балканские смогут дорожки доползти. Ну что, нельзя сделать все просто. Ладно, я все равно от Болотограда недалеко. Поскуденыши румынские всю красоту мне испортили. А вот и вельт криктика подъезжает. Я что-то чуть-чуть не успеваю к основному замесу. Все из-за балканцев треклятых. Ну ничего, к общей европейской теме я еще успею подключиться. Чели кусатый ни в какую капать не хочет. А опять по Казахстану придется бегать. И по прочим другим сомнительным местам. Хорошо хоть что недолго. Ну вот, наконец-то таки и все. И даже сербо-албанско-болгарско-румынские дурчики не помогли. Еще и супер-эвентик подвезли. Только, чувачки, вы немного ошиблись. У нас уже далеко не казаки правят. И вот теперь можно обратно возвращаться под юбочку Кайзера. Опа, отсылочки пошли. На Энзиг. Надо бы разок и там поиграть. Ну и наконец-то таки я добрался до пути Лекс-Комиссариата. Долговато я до нее пехался. Ну и раз уж мы с прусским дедом снова френдики. Можно помочь ему перебить французских коммуняк. Точно так же, как и они нам. То есть, ну ладно, уж номинально поучаствую. Но свои проблемы они пусть решают сами. Мы, конечно, молодцы, что Россию захватили. Но говняшки мы от этого кушаем знатно. Очень неплохо так. Теперь еще со всем этим бардаком разбираться. И у нас даже есть планчик КАК, который разработал Розенберг. Да-да, тот самый. Ой, началось. Короче, понятно, что он мог разработать. Рейхс-Комиссариат Русланд. Но пока сейчас все в принципе более-менее мягенько. Плюс пинус. Похоже, для наведения порядка в этом бардаке нам опять понадобятся партишки Власова из Конра. Его Роа Врона мы уже переделали. Теперь комитет к хозяйству приспособим. И все-таки достаточно забавная ситуевина. То, что комитет освобождения народов России становится главной организацией коллаборантов. И РЛ там тоже была ситуация достаточно интересная. Но тут все это еще менее логично. Как бы изначально чувачки хотели Россию там от коррупции избавить и все такое. Но в один момент их куда-то не туда занесло. Ой, генеральчик новый. Портретик даже не завезли. Наверняка еще одна интересная личность. За излишне частые победания, которые меня куда-нибудь увезут далеко и надолго. А особенно учитывая тот факт, что он теперь у нас новый лидер Конра. Время побольше места насобирать. Ост-легионы расширить, но с ними в принципе все понятно. И еще местных девочков можно попродвигать. Специально для них еще Волгоград в Вольгобург переименовываем. Но это хотя бы не Ростов и Ростов. Ой, надо же, а это что такое? Армейская ветка. А как своевременно-то? Ну вот неужели мне ее во время войны с мажором нельзя было дать? Есть такое маленькое подозрение, что тогда бы она мне понадобилась больше, чем сейчас. Ну хотя понадобится, чтобы леваков добить. Если я все-таки соберусь это делать. И еще балканцев, которым первого раза не хватило. Зачем-то полезно еще раз. Но этих пусть рейхспактовые лупасят. В Болгарии без меня становится слишком людно, а к тому же еще и трупно. С проблемами в Рюсланде разобраться. Знаете, я вот все думал. Краснов, Власов, Ком-Инск и Пандрец в конце концов. А где же Шкуро? Единственное, ведь поцка не хватает для полной коллекции покемонов. А вот он у нас теперь засел генеральчиком. В комплекте с Кейтелем его дали. Что-то как-то поздновато. Похоже, я, кстати, зря костелил разрабов. За такую крайне своевременную военную ветку. Потому что, судя по всему, армейка мне еще может понадобиться. Причем очень даже. Но это все попозже. Да еще может быть, а может быть, не может быть. А сейчас время экспериментиков. Да блин. Я думал, в Топольске будут экспериментики. По типу, как у некоторых немецких докторишек. В научно-просветительных лагерях. Но не, мы просто где-то в жопе Сибири. Местную типа локатскую автономию делаем. Которой, очевидно, Каминский будет управлять. И, похоже, мы так со всей Сибирью сделаем. Потому что, если европейской частью России можно хоть как-то управлять. То с вот этим вот лизистым беспросветным восточным мордором мы еще тысячу лет будем разбираться. Пусть там русиши сами у себя сорганизуются. А мы основы заложим. Ууу, какие челики объявились. Штрастеры и его недобитые красные друзья. Которых с Германией кинули нам на мороз. Вообще, судя по всему, для Кайзера. Наш Рейхском это как контейнер, где можно держать самых конченных. Тех же Розенбергов и Ежа с ним. Неудивительно, что и Йоська Кебельск к нам перебежал. Теперь у нас есть свои местечковые красные шизики. Которые, кстати, к славянам относятся более-менее, что удивительно. Конечно, прикольно, но походу контента у них нет. Так что и пофигу на них. Но все же как министров их завесли походу на заранее. А так у нас из веселых интересных посыков только Шпиер. Остальные ноунеймы какие-то. Вот не хватало только бед со страной, которую бы захватили. Где миллионы миллионов местных туземцев настроены против нас. Так теперь еще и самые главные немчики между собой конфликтуют. Панвид со своими казаками. И Лысих Лейб, у которого под контролем не до эсэстики. Раз уж бы тут собрались делать Рейхском, да будем его делать до конца. А не что-то типа казацкого коллаборационного правительства. Без всякой там российской интеграции. Так что Лейб и его эсбэшники започуют панвица. Ля, Дир, Шварзер, Морген. Эпично звучит. Опять все знакомые фамилии. Каше, Риббентроп, Розенберг. Один Шпиер на месте остался, что неудивительно. Он тут и так в тему был. Весь цвет германской нации у нас в министрах. Нам еще и флаг поменяли. Мне кажется, прошлый был какой-то более пронемецкий. Но этот тоже такой прикольненький. Я бы прям сейчас с удовольствием бы позанимался эсбэшной антипартизанской мутью. Но, к сожалению, у меня есть некоторые проблемы с производством. Особенно Пушечек и хрен знает, это Бак или Фича. В любом случае, мне для начала это бы исправить. Можно славян полностью еще и экономически зачмырить. Даже коллаборантам запретим заводики иметь. Ну и типа пусть так и будет. А то, что-то как-то рейско-миссариат и свободная рыночная экономика не особо сочетаются. По крайней мере, насколько я помню, на оккупированной немцами территории СССР достаточно сложно было открыть свою кофейню. А особенно, если ты унтерчелек. Да и я уж лучше буду опираться на старину круп, а не на местных бизнесменов. Еще вопрос с профсоюзами. А хотя стоп, разве усатый Савинков не успел там всех перерезать? Ну тогда мы это дело доделаем. Или стоп. Тут уже можно дать волю штрассеристам. С их профсоюзами только для Непчуры. Только Шпеер с этим не согласен. И кстати, честно говоря, он получше Штрассера будет. Тек, с экономикой теперь тоже все нормально. Теперь можно приступить к самому сладенькому. Для начала расширим ряды наших эсэстиков. И раз уж их теперь будет побольше, пусть они с казаками разберутся. А то они благодаря панвицу обильно уродились. Каждого десятого пристрелим и может они успокоятся. Ну и да, что-то хрень какая-то. Это у нас, у идиотиков большая часть армии это конница. Все нормальные европейские вооруженные силы бьются средними танками в болгарские горы. Кстати, какой-то интересный вельткрик получается. На основной самой важной границе происходит ровным счетом ни хрена. Изредка всякие добровольцы долбятся бессмысленно и собственно все. А вот на Балканах, тут Болгария как-то до хрена времени против всего Рейхспакта воюет. И скоро такими темпами может миллион тефтонов перебить. И примерно столько же украинцев. С нашими небескими подсками разобрались. Теперь время руснявчиков и драхт на Хостена. Расширять короче будем Лебенсбраум. Не знаю в чем причина, может русская земля настолько плодородная. Но немчики наши здесь размножаются очень активно. А вместе с этим сорганизуем сибирский план. Ммм, как бы сказать, чтобы монетизацию не сняли. Короче, несколько сотен тысяч человек просто чисто по приколу решили взять и переехать в Сибирь. И скажем так, наше немецкое правительство им с этим помогло. И естественно, конечно, все добровольно. По любасу. И в честь этой замуты мы Москву в Москва переименуем. И Петроград в Санкт-Петербург. Так как, ну скажем так, вот некоторые чувачки съехали абсолютно добровольно. А на их место прибыли другие. Германоязычные. Ну и тупо, чтобы этим новым поцикам было удобней. Мы постепенно все германизируем. И никакая это не портация депа. По какому же охрененно тонкому льду я хожу. Хотя на самом деле все не так уж и плохо. Вон, мы русишем даже свое государство даем. В сибирской жопе, конечно. И под управлением Каминского. Но все-таки на, хавайте. Только не обляпайтесь. А теперь время партизанчиков. Тех, кто отказался добровольно в Сибирь к Каминскому переезжать. Что-то как-то я долго за них не брался. А они-то неплохо нам так жизнь портят. Отличная идея, КСТА. Бороться с террористами методом террора. Чтоб нас теперь уж точно все население ненавидело. И еще делать все это под цитатой Химмлера. Который вроде бы во вселенной Кайзер Райха не ироничный куровод. Но на борьбу с партизанерами не жалко и... Чё, блин, 15% фабрик отдавать? Хотя мне, походу, все-таки жалко. Так, ну, пожалуй, про Workwell, Set Them Free я вообще промолчу. Ютубу, да и не только. Ему такие штучки вообще не нравятся. А теперь время отчитаться Кайзеру. Наверняка он нас похвалит за то, что мы в Рюссленде понаделали. За Ватерленд и германскую нацию. А, стопэ ведь точно. Вилька же не Шмидтлер. И парень, в принципе, более-менее мирный. Ну, относительно. Похоже, то, что мы натворили в России, его не сильно радует. А особенно Вилька охренел от идеи... Кхм-кхм. ...предложить нескольким десяткам миллионов русских... ...переехать подальше за Урал. Конечно же, добровольно. Ну и, в общем, у Кайзера с Лейбом возникло небольшое такое недопонимание. Которое немножко неприятно закончилось. Короче, Рейхскомиссар немного словил обидки. И попытался там Кайзера и пристрелить. Да у него не очень-то и получилось. Ой, да ладно. Вы чё, серьёзно, что ли? Это что, то, о чём я думаю? Пока что, судя по всему, нет. Но потом доделают и эту ветку. Со старыми добрыми русскими варлордами. Да-да, эта тема долезла и до Кайзер Шизы. Судя по всему, я как-то поспешил говорить именно о русских варлордах. Тут кого только нет. И пандвиц, которого так и не пристрелили. Теперь уселся, блин, в Саратове. Рызенберг в Москву оттяпал. Ещё там разные вояки везде. Два разных сорта леваков. Одни из которых штрессеристы. И много разного прочего другого говна. Которая когда-нибудь да появится. Ее, новый лидер стул. Хотя нет, это, наверное, уже кресло. Нормальный такой Рейхском. Просуществовал два годика, но и в принципе всё, можно разваливаться. Честно говоря, я не такой концовки ожидал. Я думал меня сейчас отправят с гермашкой воевать. Чтобы окончательно просерить весь смысл нами сделанного. Долбануть им в спину. Пока они до границы стоят, не дрыгаясь. Но по итогу я пришёл кое-чему другому. Тоже достаточно интересному. Ну и на этом, в принципе, как бы и всё. В следующий раз будет... А хрен его знает чё. Есть одна идейка, но она полное говно. Хотя лично мне нравится. Короче, узнаете, чё я надумал в понедельник. А ну а пока... Пока... Пока...